всем привет меня зовут александра краснобаева в этом видео я вам расскажу как сделать расчеты для рукава от подмышек и дальше выше до выреза в реглане это видео снято в рамках нашего совместного вязания свитера регланом снизу вверх со швами поэтому если вы хотите посмотреть все остальные части все остальные видео по расчетам спинки переда регланных линий по расчетам рукава от запястья до подмышки в описании под видео есть отдельный плейлист со всеми этими видео где я максимально подробно все достаточно емко расписываю рассказываю от начала до конца там есть видео от снятия мерок и до сшивания нашего изделия давайте теперь приступим я вам расскажу как правильно сделать эти самые расчеты для реглана и как сделать рукав с максимально идеальной посадкой смотрите дальше для того чтобы сделать расчеты на верхнюю часть рукава мы должны до начала записать некоторые значения мы уже знаем ширину рукава в петлях мы знаем ширину подреза в петлях мы знаем верхнюю часть вот эту рукава в сантиметрах мы знаем также сколько рядов у нас регланной линии по переду и по спинке из всех своих предыдущих расчетов первое что я хочу записать это ширину своего рукава сразу в петлях мы с вами делали расчеты нижней части рукава и оттуда я это все перепишу вот я знаю что ширина моего рукава 33 сантиметра и это 48 петель значит сразу сюда я запишу 48 петель затем мне нужно написать ширину моих подрезов когда я делала расчеты спинки я записывала мой подрез 4 сантиметра и это 6 петель переписываю сюда также знаю сколько рукав сверху в сантиметрах когда мы делали расчеты спинки мы обхват шеи делили на три части и высчитывали у меня верхняя часть рукава 7 сантиметров так как это петли давайте сантиметры запишу голубым цветом тут у меня 7 сантиметров сверху теперь мне нужно разобраться как выглядит мой рукав сверху эта сторона с более маленькой регланной линии у меня будет относиться к переду а эта сторона с более длинной регланной линии у меня будет относиться к спинке вот эту часть рукава мы пришьем к переду а эту к спинке мы должны учитывать что рукав выглядит немножко неровно кривенько он с одной стороны чуть покороче а с другой стороны чуть подлиннее это сделано для более правильной посадки и чтобы пришился он и к переду и к спинке аккуратно помимо этого верхняя часть у нас она немножко закругленная это сделано тоже для того чтобы вот эта закругленная линия как бы продолжала наш вырез по переду чтоб это все переходило одно в другое помимо этого есть еще одна особенность в рукаве который вяжется регланом если мысленно провести две линии от вот этой точки вниз и от этой точки вниз то мы увидим что вот эта часть которая ближе к переду она гораздо уже чем эта часть которая относится к спинке это связано с тем что мы с вами когда делали расчеты по переду мы с вами отнимали наш росток у нас спинка выше чем вперед на высоту ростка и чтобы потом рукав сел хорошо чтобы была идеально правильная посадка чтобы ничего не тянула ни вперед ни назад у нас немножечко рукав косой этот косой рукав как раз таки компенсирует эту разницу между передом и спинкой и вы почувствуете насколько классно он впишется вашу пройму теперь нам осталось все это посчитать первым делом я запишу количество рядов у меня с этой стороны регланную линию и количество рядов с этой стороны эту регланную линию я перепишу спереда а эту регланную линию со спинки если у вас узор по рукаву по переду и по спинке одинаковый то вы просто переписывайте количество рядов если у вас разные узор по рукаву например вы на рукаве вяжите ажура по переду и по спинке лицевая гладь тогда вы зная количество сантиметров высоту регланной линии по переду и по спинке вы можете зная новую плотность вязания пересчитайте записать здесь новое количество рядов у меня узор совпадает поэтому я просто беру расчеты переда вот они и смотрю сколько рядов у меня по переду регланная линия вот 56 рядов регланная линия по переду значит сюда я перепишу у меня будет здесь тоже 56 рядов теперь открываю расчеты спинки и в спинке вижу регланная линия 22 сантиметра и это у меня 66 рядов записываю сюда 66 то еще мне нужно записать мне нужно записать для кое-какой манипуляции вы сейчас поймете сколько петель я убавила в реглане со стороны спинки и сколько петель я убавила по переду эти значения нам будет нужны для следующих расчетов поэтому я сразу себе тут отмечу регланная линия по спинке беру расчеты спинки вот я убавляла 17 петель 17 одной стороны 17 другой значит здесь запишу регланная линия спинка у меня минус 17 петель и то же самое запишу для переда регланная линия период сколько я убавляла петель вот мой период я убавляла 14 петель вот эта часть значит у меня тут минус 14 петель теперь я посчитаю разницу мне нужно знать на сколько петель спинка у меня будет вот эта часть по спинке у меня будет шире чем со стороны переда в рукаве это у меня все будет совпадать с разницей по спинке и по переду реальными 17 минус 14 я получила 3 петельки значит 3 петельки у меня разница точно так же у меня будет и здесь значит по спинке вот эта ширина у меня будет шире на 3 петельки а перед будет меньше на 3 петельки я специально возьму вот в такую розовую рамочку чтобы потом обозначить этой же рамочкой в другом месте это значение теперь записываю плотность своего вязания в ширину у меня в 10 петлях 7 сантиметров и мне нужно узнать сколько ширина вот этой верхней части моего рукава ну соответственно получилось 10 петель давайте я это тоже обведу красным и запишу сюда здесь у меня 10 петель все а теперь зная ширину моего рукава знаю сколько петель у меня ушло на подрезы знаю сколько петель у меня сверху и зная какова разница между вот этими двумя значениями 3 петельки я могу теперь посчитать сколько по рукаву я убавлю петель со стороны спинки и со стороны переда почему я тут не беру 17 и 14 да дело в том что я уже имею фиксированную ширину своего рукава ту которую я задумала изначально когда снимала мерки и поэтому отталкиваясь от желаемой ширины рукава я буду считать вот эти петли вот эти убавки если я возьму все то же самое что по переду и по спинке то ширина рукава у меня будет другая и возможно у меня не получится то что я хочу да так бывает в обычном стандартном реглане когда мы вяжем снизу вверх мы выходим на какую-то определенную ширину рукава и тоже можем ее корректировать конечно но здесь фишка в том изюминка реглана снизу в том что мы изначально берем нужную ширину рукава и потом просто вот этими убавками мы ее подстраиваем под высоту наших регланных линий давайте считать от общего количества петель от 48 я отнимаю 6 петель 1 подрез 6 петель 2 и 10 петель вверх моего рукава получила 26 петель 26 петель мне нужно убавить всего в целом вообще за весь реглан с двух сторон эти 26 петель я поделю на две части на спинку и наперед на вот эту часть и на вот эту часть но я поделю их неравномерно а с разницей в три петли чтобы это посчитать я здесь для себя запишу от 26 я отниму 3 ту самую разницу давайте я нарисую тоже в розовой рамочке и поделю на 2 таким образом я узнаю сколько петель у меня будет отведено для переда у меня получилось примерно 12 петель почему примерно потому что тут не целое число я округлила до целого значит здесь я могу себе записать что у меня 12 петель уйдет наперед то есть на часть которая будет пришиваться к переду это убавки по регланной линии моего рукава а по спинке от 26 я отниму 12 у меня получилось 14 а по спинке значит я убавлю 14 петель по реглану в рукаве у меня здесь разница получилось две петельки они три это нормально потому что тут я округлила если у вас есть такая такое небольшое изменение не три петельки ответа нормально ничего страшного в этом нет 6 петель подрезы 10 петель вверх все готово я теперь знаю сколько петель я убавлю со стороны переда 12 и со стороны спинки 14 ритм убавок у меня будет совпадать и по переду и по спинке и с этой стороны и с этой стороны поэтому я возьму свою длинную часть 66 рядов и по ней буду считать ритм убавок 66 рядов это со стороны спинки 66 я поделю на 2 у меня получается 33 лицевых ряда я хочу убавлять только в лицевых рядах значит я 33 поделю на количество петь на количество петель которые нужно убавить со стороны спинки 14 у меня получилось две целых три десятых это означает что примерно в каждом втором лицевом ряду я буду убавлять две петельки одну справа одну слева по реглану все я все посчитала теперь мы можем записать план вязания так как план вязания мы с вами начинали писать я вот открою расчеты рукава вы делали расчеты на какой-то один из трех вариантов и вот предположим это был мой вариант у меня закончилось все на четвертом пункте значит я продолжаю писать план вязания для своего рукава и следующий пункт у меня будет 5 мне нужно оставить какое-то количество петель на подрезы поэтому я пишу оставить 6 петель на подрезы дальше 6 я буду вязать свой дальше рукав каким-то узором буду вязать 66 рядов по со стороны спинки и 56 рядов стороне переда также я буду закруглять свой вверх вот эту сторону вот эту часть и я это сразу запишу вверх закруглить 66 рядов минус 56 получается закругляю я 10 рядов то есть разница между высотой регланной линии по переду и по спинке сразу для себя отмечу это желтым цветом и сейчас нарисую 33 лицевых ряда 33 клеточки в этих клеточках отмечу ряды с закруглением я нарисовала 33 клеточки 33 лицевых ряда вязать буду я слева направо снизу вверх отмечать каждый ряд в клеточки ряд провязала клеточку зачеркнула теперь мне нужно здесь распределить все свои убавки у меня по переду 12 по спинке 14 и 10 последних рядов я закругляю значит я опять клеточек так как у меня тут только лицевые ряды закрашу желтым все как только я дошла до желтого это означает что количество рядов по со стороны переда уже закончилось дальше идут ряды только по спинке и я делаю закругление закругление я нарисую также как я рисую свой вырез полукруглый вот так 10 рядов закругления означает что это 5 пар лицевой плюс изнаночный ряд значит я разделю свое закругление на 5 частей с одной стороны буду записывать убавки которые относятся к изнаночному ряду а с другой к лицевому и всего мне нужно будет убавить 10 петель 10 петель я убавляю вот эта верхняя часть моего рукава закругление мы делаем точно так же как в полукруглом вырезе от больших убавок мы двигаемся вверх и делаем убавки меньше от более крупным к более мелким чтобы у нас получился полукруг а не прямая линия свои убавки я распределила так сюда за ранее запишу 5 своих пар записала 5 пар и свои убавки я распределила так здесь я убавлю в начале ряда 2 петельки в конце одну всего убавлю 3 и можно теперь посчитать всего мне нужно убавить 10 10 минус 3 мне осталось убавить 7 петелек дальше снова убавляю 2 одну всего убавила 37 минус 3 мне получается нужно убавить теперь 4 дальше я убавляю по одной в каждом ряду потом убавлю одну только в изнаночном ряду и еще раз одну только в изнаночном ряду а лицевой просто буду провязывать прямо значит здесь я убавила 1 плюс 1 2 петельки 4 минус 2 мне осталось убавить 2 и здесь я убавляю только одну и тут одну получается что 2 минус 1 1 осталось и 1 минус 1 0 петелек вот такой мой полукруг давайте теперь разберемся как распределить все убавки по реглану у меня получилось что нужно убавить в каждом втором лицевом ряду но если я поставлю точку в каждой второй клеточки то у меня останутся несколько рядов без убавок поэтому буду свои убавки распределять так 1 убавлю в первом ряду следующую во втором лицевом потом снова во втором лицевом а потом уже в третьем лицевом потом снова во втором во втором в третьем во втором лицевом во втором и в третьем снова во втором во втором и дальше у меня уже идет желтая клеточка поэтому я остановлюсь и все посчитаю это мои убавки по переду помните да вперед у нас 56 рядов это 28 лицевых вот 28 клеточек я заполнила со стороны переда мне нужно будет убавить 12 петель то есть вот тут вот 12 раз убавить в рукаве считаю раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 все отлично пишу тут условное обозначение зеленая точечка это означает минус 2 петельки я буду убавлять и по переду и по спинке так как ритм убавок у нас одинаковый в рукаве с двух сторон дальше у меня остаются рядочки только по спинке мы продолжаем вязать вот эту часть вот этот треугольничек и мы дальше будем убавлять только со стороны спинки в рукаве а эту часть мы будем закруглять мы будем уже вывязывать вот это закругление продолжаю мне значит нужно будет убавить еще две петельки со стороны спинки 14 минус 12 разница в две петельки значит следующую я буду убавку делать уже вот тут вот в третьем лицевом а потом снова во втором вот и всего в итоге по спинке я убавлю 14 петель со стороны спинки в рукаве значит коричневая точечка у меня будет означать минус 1 петелька и только по спинке все все готовы мы можем спокойно вязать если мы вяжем один ряд у нас стоит зеленая точка значит мы убавляем в реглане и справа и слева если мы провязали рядок и у нас здесь ничего не значит мы просто вяжем туда-назад лицевой плюс изнаночный ряд потом за как зачеркиваем следующий рядок у нас . стоит значит снова в начале ряда и в конце ряда убавка когда мы дойдем до этого места это означает что со стороны переда в рукаве мы убавки делать уже не будем коричневая . означает что мы продолжим делать убавки только с одной стороны рукава а здесь мы будем вывязывать 21 убавку 2111 и в конце по одной петельке только в одном ряду здесь у нас получится такой полукруглый верх вот и все очень много таких интересных нюансов рассказала но постаралась рассказать их максимально емко максимально быстро и удобно для вас если вам это видео понравилось вы можете нажать мне нравится мне будет очень приятно также если у вас остались вопросы вы можете их спокойно писать в комментариях под видео я на все вопросы отвечу все смотрю все читаю если вы вдруг будете поэтому видео еще и вязать то я буду рада если вы мне в инстаграме скинете процесс вязания отметите меня или может быть зададите какие-то вопросы ссылка на меня на мой инстаграм тоже есть под видео в описании также если вы хотите рассмотреть эту тему еще более подробно у меня есть часовой прямой эфир его запись тоже на него есть ссылка посмотрите можете открыть его взять вязание спокойненько вязать под этот прямой эфир спасибо всем за внимание всем пока и до следующих видео